В Киеве несколько общественных организаций, партий и движений проводили сегодня свои манифестации и митинги. Первыми на Крещатик вышли представители трудовых коллективов, трудящиеся всех районов столицы Украины. Общегородская манифестация в честь Дня международной солидарности трудящихся организована по инициативе Городского комитета Компартии Украины, Городского совета профессиональных союзов, Совета ветеранов партии, войны, труда и вооруженных сил, Союза трудящихся города. На площади Октябрьской революции состоялся митинг, в котором принял участие председатель Верховного совета Украинской СССР Леонид Макарович Кравчук, другие руководители республики, представители независимых профсоюзов Украины. В канун 1 мая в Киеве подписано соглашение между правительством Украины и Советом Федерации независимых профсоюзов. Этим соглашением в ответ на требования профсоюзов правительство гарантирует социальную защиту граждан своей республики на первом этапе перехода к рыночным отношениям. Накануне нынешнего праздника впервые дебатировался в Ашхабаде вопрос, проводить демонстрацию первомайскую или не проводить. Можно понять позицию тех, кто был против проведения демонстрации. Полупустые полки магазинов, резко взлетевшие цены не располагают особо к энтузиазму. Однако трудовой Ашхабад настоял на том, чтобы демонстрация все-таки состоялась. Праздник 1 мая, во-первых, это праздник солидарности трудящихся. И в такой трудный момент, такой кризис в стране, и наш коллектив решил выйти на праздник и этим самым доказать, что мы сплоченны, мы едины, тем самым помочь. И тем более в последнее время появился такой просвет, что как будто есть выход из кризиса. С одобрением встречи на трудящемся Туркменистана недавнее совместное заявление руководителей 9 союзных республик. Участников праздничной демонстрации приветствовали с трибуны президента республики Ниязов, другие руководители, ветераны войны и труда. Празднование 1 мая сегодня в Кишиневе началось шествие по центральной улице города. Многотысячная колонна Альянса за национальное возрождение и независимость республики 16 декабря. Ее участники несли плакаты и транспаранты с надписями «Поддерживаем забастовку шахтеров», «Мы дома», звучали требования о справедливости и о необходимости социальной защищенности широких слоев населения. Примечательно, что общие проблемы привели в ряды демонстрантов, представителей различных партий и общественных движений, людей разных национальностей. И, как нам показалось, в общей заботе объединили людей под единым флагом социальной справедливости и стремления к лучшей жизни. После этого на площади Великого национального собрания в Кишиневе состоялся многотысячный митинг. Сегодня нет привычных для 1 мая праздничных колонн, обычно ждущих своей очереди прохода по площади имени Ленина. Нет правительственных трибун, лозунгов, диаграмм, плакатов, не слышны громкие призывы. А на главной и всех других площадях, проспектах, махалях, кишлаках Узбекистана звучат песни, кипят самовары, котлы с пловом. Гуляет, отдыхает народ. Национальные, эстрадные, ансамбли. Словом, все творческие, самодеятельные коллективы республики сегодня радуют народ своим искусством. Так было в день праздника Навруза, широко отмеченного в этом году во всей Средней Азии. Навруз понравился всем и было решено отныне, 1 мая, отмечать не громкими рапортами в Кумаче, а красочным народным гулянием. И если откровенно, хвалиться-то ведь особенно нечем, удержать бы покой, стабильность, что есть в республике. Недавно подписанное заявление руководителями девятий республик имеет особое историческое значение, потому что мы знаем, только путем сплочения, дружбы, объединения усилий и сил мы можем вывести страну из такого трудного положения. В Кыргызстане 1 мая отмечают повсеместно, где традиционные демонстрации, где митингом, а где неполитизированной маёвкой. Здесь, в столице республики Бишкеки, по инициативе горкома Компартии Совета Федерации Профсоюзов Кыргызстана, состоялась праздничная манифестация. На центральной площади у памятника Ленину собралось несколько тысяч человек, представляющих рабочие коллективы, учебные заведения, общественные организации. С поздравлениями выступили президент республики Оскар Акаев, член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана Джумгалбек Аманваев и профсоюзный лидер Эмильбек Абакиров. Затем состоялись гуляния, концерты, спортивные соревнования. Для ликования у кыргызстанцев сегодня не больше причин, чем у других, но, как видите, люди сохранили способность улыбаться. Вполне конкретный повод порадоваться у студентов Кыргызского госуниверситета. 88 молодых супружеских пар, многие с младенцами, отметили первомай новосельем в семейном общежитии. К тому же студенты университета с помощью митинга добились 30-рублевой прибавки к стипендии. Это тоже повысило настроение. Непростой обстановки встречает 1 мая коллектив Новолипецкого металлургического комбината. Хронический дефицит сырьевых ресурсов вверг экономику комбинатов кризис, как сообщает корреспондент ТАСС. Из шести доменных печей работают только две. С начала апреля отставание составило почти 200 тысяч тонн угля. Но, несмотря на вот такую не очень обнадеживающую информацию, на главной площади города металлургов состоялась демонстрация трудящихся. Несмотря на холодную ветреную погоду, сотни жителей Петропавловска-Камчатского собрались с целыми семьями на центральной площади, чтобы отметить праздник 1 мая. Состоялся короткий импровизированный митинг, на котором прозвучали призывы к камчатцам, всем партиям и движениям, объединить свои усилия, защите интересов трудящихся, решение социальных проблем при переходе к рыночным отношениям. Тысячи жителей Улан-Удэ вышли на первомайскую демонстрацию по призыву Совета профсоюзов Бурятии. В руках демонстранцев были лозунги с многочисленными требованиями к союзному и республиканскому правительствам защитить людей от трудностей переходного периода рыночных отношений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok